Я еще раз приветствую вас дорогие друзья, а теперь давайте перейдем к запуску различных приложений и интересующих таких интересных моментов. Ну вот например вынесен виджет сообщение написать и вот собственно можно посмотреть как выглядит виртуальная клавиатура. Как я и говорил ранее, в X10 Mini Pro будет уже выдвижная клавиатура физическая, поэтому мы посмотрим как удобно ли печатать на такой клавиатурке. Телефон лежит довольно уверенно в руке, довольно удобно. Вот так, ну давайте попробуем. Значит здесь используется кстати набор T9, поэтому сообщение можно будет набивать с легкостью. Привет. Ну вот примерно таким образом у нас здесь у нас панелька отвечающая за различные символы, ввод цифр, здесь у нас продолжение, то есть они по кругу перемещаются, таким образом можно стирать сообщение, пробел и так далее. Ну вот примерно так это все интересно выглядит. Вот дальше вот так примерно представлен набор номера, то есть здесь можно сразу набирать номера. Вот запуск приложений можно осуществлять либо вытащив меню, либо нажав на центральную кнопку. Сразу надо сказать, что нажав на центральную кнопку мы увидим те приложения, которые мы запускали. Ну такая в общем-то что-то типа истории. Вот вытаскиваем отсюда меню и здесь уже можно посмотреть непосредственно какие приложения установлены. Надо сказать, что в отличие от Xperia X10 большого, здесь присутствует FM-радио, что довольно неплохо, учитывая такие вот маленькие размеры. Также надо сказать про настройки телефона. В такую маленькую коробочку умудрились поставить Wi-Fi, GPS и AGPS, которые собственно может вам облегчить, так скажем, жизнь тем, что будет гораздо быстрее запускаться. Пусть может быть определять положение, он не будет так четко и точно, но тем не менее, им можно пользоваться без проблем. Кстати сказать, здесь используется процессор Qualcomm на 600 МГц, что я думаю вполне будет достаточно для такого небольшого экранчика и плюс система Android 1.6 сами говорят за себя. То есть приложение будет довольно быстро запускаться. Что дальше? Браузер. Как нам уже продемонстрировали, браузер довольно-таки неплохой. Здесь используется новая технология, вот именно Sony Ericsson, то есть лупа. Мы можем увеличивать. Ну, давайте попробуем, например, написать. Сейчас мы перейдем на английский язык. И введем, например, ан... Так, это мы в T9. Ну, попробуем написать Android в T9 латинскими буквами. Ан... Д... Ру... Вот как раз у нас есть Android. Готово. Так, мы нажимаем клавишу поиск. Вот, собственно, так вот у нас примерно происходит все дело. Можно вот таким образом сделать. Вот она наша легендарная лупа. Можно увеличивать изображение. Присутствует кинетическая прокрутка. Довольно удобно и довольно шустро. Все перемещается у нас в браузере. К сожалению, флэш видео не будет поддерживаться. Вот. Но ничего страшного в этом нет. Можно запустить. Можно увидеть, что здесь уже работает 3G-сеть. Можно отдельно увеличивать, уменьшать. Плюс подстраивается под экран браузер. Пропускаем. Выходим. Так выглядит карендарик. Вполне все комфортно видно. Альбом. Вот, собственно, фотографии, которые мы только что сделали в студии. Надо сказать, что фотографии, что очень хорошо, фотографии хешируются и создают на карте памяти отдельные превьюшки. Это сделано для того, чтобы мы комфортно могли сейчас их перелистывать, все эти фотографии. Потому что, если, например, фотография будет весить 1, 2 или 3 мегабайта, она будет в превьюшке долго-долго подгружаться. Для этого как раз и существует создание маленьких превьюшек, которые запишутся на карту памяти. Вот так вот можно... Тоже присутствует кинетическая прокрутка. Удалить, послать сообщение. И вот таким вот образом можно просмотреть информацию. Довольно все шустро, открывается, красивые эффекты. Электронная почта. Вот, собственно, маркет, где можно бесплатно или же платно устанавливать различные приложения. Как вы видите, пока в данном случае здесь бесплатные приложения присутствуют. Блокнотик, будильник. Вот оно, FM-радио наше. FM-радио, собственно, как и во многих случаях, не работает без гарнитуры. Поэтому гарнитуру придется сюда все равно подсоединять. Но в этом ничего страшного нету. Поэтому мы выходим. Видео. Довольно все удобно, отображается. Кстати, ну это я уже, наверное, попозже вам расскажу. Именно в разделе фото и видео. Вот. Про неплохую камеру. И, собственно, ее даже можно использовать, как и видеокамеру. Поэтому в следующем обзоре встретимся. Спасибо, до свидания.